Здравствуйте, уважаемые зрители канала SkillFan.ru В этом коротком видеоролике мы покажем вам, какие бывают очистители жала паяльника и как ими пользоваться. Такой коротенький обзорчик. Самый распространенный способ снятия ненужного количества припоя это вот такая губочка, она идет иногда отдельно, иногда она идет в составе подставки для паяльника, как в данном случае. Она приклеена, я ее отодрать не могу. Также существует три таких варианта, которые представляют из себя в двух случаях стружку, если можно так сказать, из различных материалов, которая смотана в такой вот пучок. Она мягенькая, эта стружка, не режется, не колется. В данном случае это латунь, такая мягенькая латунь. Ну, видите, такие пружинки. Вот здесь материал другой. Ну, возможно, сталь. Я сходу сейчас не скажу, что это такое. И третий вариант, это так называемая стальная шерсть. То есть, совсем-совсем тоненькая такая стружка. Видно вам или нет. Смотанная в такой пучок. Круглый. Ну, вот продемонстрирую вам принцип. Да, вот у нас есть разогретый паяльник. Здесь у нас лежит припой. Мы его нажала у паяльника так вот. Который нужно снять. Вариант номер один. Мы его промакиваем. Видите, какой получается эффект? Она горит. Чёрным таким становится чёрным. Ну, обугливается. Да, мы припой с вами сняли. Но если присмотреться... Сейчас уберём с фона. Видите, не очень качественно. Какие-то агарки остались этой бедной губке. Что не есть хорошо. Ну, делаем вторую попытку. Опять у нас в руках нажали паяльника. Капля припоя. Это достаточно массивная. Берём с вами вот эту губку. Что дальше происходит. Так промакиваем. И она счищает, собственно, всё, что нажали паяльника было, включая агарки от предыдущей губки. Тот же самый принцип действует и с другими губками. Поскольку материал... Да, ну вот опять, видите, у нас... Сейчас я от камеры уберу. Не нужно. Вот опять мы имеем припой. Достаточно массивный его кусок. И вот такая... Второй вариант губки работает абсолютно точно так же. Вот он всё это счищает. Есть. Очень простым способом. Просто вот так вот. Раз-раз и всё. За счёт чего это происходит? За счёт того, что материал, с которого сделана губка, он мягче, чем материал паяльника. В то же время он не повреждает кончик паяльника. Поскольку современные паяльники со сменными жалами, они... Ну, собственно, их нельзя, как правило, зачищать шкуркой или там напильниками. Да, вы повредите напыление, и потом они уже паять так хорошо не будут. Поэтому рекомендуется использовать такую вот губочку для того, чтобы избавиться от ненужного припоя. После каждой пайки, особенно при пайке фототравления, рекомендую такие работы проводить. То есть буквально там через операцию, чтобы всё-таки у вас было на кончике достаточное количество припоя. Могли ошибиться. Для этого, кстати, нарезайте припой маленькими частями. Но сейчас мы завершим с губками, я вам покажу. То есть вот эта вот шерсть так называемая, она работает точно так же. Всё, счистили. Это эффективнее и мягче воздействие на жало паяльника создаёт. Ну и, соответственно, вы его не повреждаете, он у вас прослужит дольше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...